Ну, я, к сожалению, перетратил своё время, и поэтому совсем коротко упомяну только о том, о чём стоило бы говорить подробно, но это достойно целой лекции. Это знаменитые Велесовые книги. Но упомянуть её я хочу, потому что многие мне столько раз задавали вопрос на таких вот личных выступлениях про Велесову книгу, что не упомянуть её было бы неправильно. Печально то, что это огорчает меня, что вопрос про Велесову книгу обычно звучал не так. Скажите, Велесовая книга – это подлинное сочинение или подделка? А вопрос звучал немножко иначе. Казалось бы, совершенно то же самое, но не то же самое. Какое ваше мнение или какая ваша позиция по вопросу о том, Велесовая книга, подделка или подлинное сочинение? И это как раз в духе того, что любые мнения одинаковы. Ну что же сказать, про Велесову книгу всё-таки несколько слов упомянуть следует, под конец нашего. Это безусловная подделка, стопроцентно гарантированная подделка. Лингвистический анализ её даёт неумолимый результат, не имеющий никаких колебаний, никаких отступлений, никаких возможностей другого решения. Что это грубая подделка довольно невежественного автора, которая по замыслу должна представлять была собой эпос древних славян, древних русичей, как там сказано. Само слово русичей уже выдаёт автор достаточно, поскольку слово русичей встречается ровно в одном документе, известном нам в слове полку Игореве. И оттуда и взято, конечно, но дело не в этом. А дело в том, что язык, которым написано, все остальные аргументы я не касаюсь их, а их много, но там и другие свидетельства, показывающие, что не может это быть подлинным. Но я говорю не о них, а только о чисто лингвистической экспертизе, которая неумолимым образом показывает, что автор, кстати, очень плохо подготовленный филологически, если бы он был филологом более квалифицированным, возможно, проблема была бы тяжелее. Но думал, знал каким-то образом или верил в то, что когда-то славяне были единым народом. И должен был каким-то образом представить себе, как выглядел тот язык, каким они тогда пользовались. Он знал, что славяне бывают русские, украинцы, поляки, сербы, это всё верно. И вот единственное решение, которое пришло ему в голову о том, что такое был древнеславянский язык тысячу лет назад, это то, что в нём были все эти языки смешаны вместе. И что текст на этом языке надо писать так, одно слово польскообразное, следующее сербскообразное, следующее украинскообразное, следующее русскообразное, и так строить каждую фразу. Плюс к этому ещё некоторое искусственное коверкание, которое просто добавляло какие-то лишние звуки, прибавляло какие-то лишние слоги и так далее. Что-то усекало, в чём всё это сделано абсолютно хаотически. И вот это было, по его представлениям, должно было производить впечатление древности. Он искренне считал, что на самом деле никакие специалисты ничего серьёзного по этому поводу больше, чем он, не знают. И что как ему это кажется, что это выглядит по-древним, так и им покажется точно так же. Появилась эта подделка впервые на свет Божий в 1953 году. Но успех имело необыкновенный. И это следующий такой же печальный факт, как и то, что я вам говорил о распространении учения Фоменко. На Украине ещё более печальная ситуация, книга включена в школьные учебники, в школьную программу. Попытки этого рода были и в России, но, к счастью, пока не удались. Но косвенные упоминания в разных работах о том, что среди источников для древности нужно упомянуть в Елисову книгу, встречаются. И до сих пор в каких-то сочинениях, которые производят вроде бы серьёзное впечатление, это может быть. Во всех этих случаях скажу следующее, что если стоять на позиции строго науки, строго объективными критериями и с поиском истины как таковой, как единственной цели этого занятия, то ответ о том, что такое в Елисову книга, не вызывает никаких сомнений, тут никаких нет проблем. Но существует просто другая точка зрения. И другая позиция, что истина это не самая дорогая ценность в такого рода вопросах, а есть, например, такая ценность, как польза или не польза для национального движения. Это то, что в своё время было очень острой проблемой в Чехии по поводу двух знаменитых подделок Ганки, короледворской и Зеленогорской рукописи, которые сейчас бесспорно признаны его подделками, но которые с точки зрения национального движения в Чехии сыграли положительную роль. И тогда, возможно, концепция, что пусть будет подделка, но если это на пользу, то... Короче говоря, это совершенно другой подход. И на основании этого второго подхода, думаю, что очень большое количество людей, которые пропагандируют Велесову книгу, в неё не верят, а считают просто удачной возможность использовать её для целей, которые они считают правильными. — Добрый день. У меня вопрос короткий и, наверное, частный. Вы сказали, что Велесова книга появилась в 1953 году. Есть какие-то предположения по поводу её авторства или хотя бы места происхождения? Есть. Есть. Почти надёжные. Автор, по-видимому, ну, сто процентов, наверное, я не берусь утверждать, но по всем признакам является тот самый Миролюбов, который и передал, по его словам, этот текст генералу Куренкову в Калифорнии. 1953 год — это год первой публикации, а рассказ Миролюбова состоит в том, что он получил эти дощечки от Али Эйзенбека, а сам Али Эйзенбек нашёл их в 1919 году в разгромленной Украине, в каком-то, в разгромленном поместье где-то на северо-востоке Украины, он не знает точно где, не указывал точно где, собрал их в мешок, его денщик собрал их в мешок, значит, вдруг зачем-нибудь пригодятся, и, значит, они ему пригодились много позже, в 1925 году он их показал Миролюбу, всё это рассказ Миролюбова по этому дальнейшему, затем Миролюбов 15 лет переписывал их до 1941 года, когда Эйзенбек погиб в гестапо. И гестапо же якобы по этой легенде забрало и сами дощечки. Но это классическая совершенно вещь для всех подделок такого рода, что подданник должен исчезнуть, должен быть обязательно только копия. А дальше Миролюбов через какое-то время, порядочно, значит, в начале 50-х годов отдал это Куренкову. И тот первый раз опубликовал в ноябре 1953 года. Кстати, чуть-чуть позже, чем первые публикации найденных предобедительных грамот. Так возможно, что не совсем случайно, сколько она очень большую сенсацию произвела по всему миру, и, конечно, в Америке тоже было хорошо известно. Вот то, почему я назвал 1953 год. В 1953 году первый раз уже можно было прочесть первые строчки из этой Велесовой книги, из публикации Куренкова. Потом он публиковал их в течение еще двух лет до... Потом был перерыв, потом с 1957 по 1959 еще он опубликовал. Еще некоторое количество защитников, а после этого журнал закрылся.